Байден выходит из президентской гонки. Камала Харрис готова бороться за Белый дом, а Борис Джонсон сделал громкое заявление о Дональде Трампе. Тем временем китайцы прозвали юани из России грязными и отказываются с ними работать. А украинские дроны продолжают жечь российскую нефтянку и так, что Путин из-за страха перед ними защищается все новыми ПВО. Вы смотрите новости сегодня. Я Андрей Засаднюк. Приветствую вас. Джо Байден принял решение снять свою кандидатуру с выборов президента в США. Это первый такой случай с 1968 года. В своем заявлении Байден отметил, что для него было величайшей честью быть президентом США. И он считает, что в интересах демократической партии и страны будет именно фокусировка исключительно на исполнении обязанностей президента до конца срока. То есть Джо Байден не намерен досрочно слагать свои полномочия. Также он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис в качестве своего преемника. Президент Зеленский уже отреагировал на это решение и назвал его тяжелым, но сильным. И поблагодарил Байдена за поддержку Украины. А вот кандидат от республиканцев Дональд Трамп не упустил возможности в своем стиле прокомментировать эту ситуацию. Он сказал, что Байден не годился на то, чтобы баллотироваться на президентский пост, явно не может выполнять свои обязанности и никогда на это не годился. Вице-президент Камала Харрис подтвердила свою готовность бороться за пост главы Белого дома. Она заявила, что планирует заслужить и выиграть номинацию, а также сделать все, что в ее силах, чтобы победить Дональда Трампа и его программу «Проект 2025». Похоже, демократы быстро делают перегруппировку. Уже более 500 делегатов Демократической партии выразили поддержку Харрис. За нее готово голосовать большинство демократов в Сенате и не менее 60 представителей в Палате представителей. Интересно, что опросы показывают лишь незначительное отставание Харрис от Трампа. А это значит, что борьба за Белый дом будет жаркой. И для Украины крайне важно, чтобы новый президент США, кто бы им ни стал, продолжил поддерживать нашу страну в борьбе с российской агрессией. И здесь позиция Камалы Харрис вселяет оптимизм. Дональд Трамп сможет закончить войну в Украине и сделать ВСУ самой сильной армией в Европе. Об этом заявил бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон. Также, по мнению политика, именно Трамп является тем союзником, который вернет Украину границам 24 февраля 2022 года. И помимо прочего, Джонсон считает, что кандидат в президенты в США от республиканской партии имеет огромный шанс не только исправить ошибки своего предшественника, но и увести мир вперед. Так ли это на самом деле и насколько выгоден Украине мирный план Дональда Трампа, смотрите далее в нашем материале. Отказ от границ 1991 года и права русскоязычным. Своим мнением о возможных условиях прекращения войны в Украине поделился экс-премьер Великобритании Борис Джонсон после встречи с Дональдом Трампом. Очень важное уточнение. Это точно не план Трампа, это скорее план Бориса Джонсона. Ну, судя по тексту его колонки, это то, что Борис Джонсон предложил Трампу, а не наоборот. Трамп еще пока не определился. Однако Джонсон уверен, что Трамп может завершить войну, но на приемлемых условиях для Украины и Запада. Выделим самые главные тезисы британского политика. Первый – это вывод российских войск на рубежи до полномасштабного вторжения. Я подчеркиваю, что не могу быть уверенным, что именно он сделал бы, будь избран. Но вот, что он мог бы сделать. Для нас соблюдение принципа нерешимости территориальной целостности Украины является базовым. Он зафиксирован в формуле мира президента Зеленского. О том, что мы будем стремиться к восстановлению территориальной целостности Украины в рамках международно вызнанных границ Украины, международно признанных границ Украины. Это то, что называют иногда, хотя это не очень точный термин, границ 1991 года. Поэтому компромиссные варианты не означают, что мы отказываемся от оккупированных территорий. Но сразу сделаю одну оговорку. Я сильно сомневаюсь, что Путин согласится на эти предложения. Путин ничего отдавать нам не будет из-за оккупированных территорий. Теоретически может быть выравнивание линии фронта. Второй ключевой пункт – снятие всех запретов и разрешение Украине бить по территории России западным оружием. Джонсон считает, что в случае избрания президентом США Дональда Трампа военная помощь Украине увеличится, а поставки ускорятся. В США не позволяют украинцам использовать атакам, чтобы добраться до российских аэродромов. Трамп мог бы просто сделать то, что для него естественно, прекратить бюрократическую суету и промедление. Он мог бы дать украинцам те разрешения, которые им нужны. А потом, когда Путина снова оттолкнут, он мог бы предложить соглашение. Как ни крути, но этот пункт для Украины действительно является архиважным. По мнению экспертов, только удары по территории РФ могут посадить Путина за стол переговоров. Путин не хочет заморозки войны. Путин хочет капитуляцию Украины хотя бы частичной. Поэтому, чтобы принудить россиян к более-менее равноправным мирным переговорам, нужно, во-первых, их остановить, во-вторых, желательно отбросить их хотя бы на отдельных участках фронта. Тем самым продемонстрировать, что Россия не сможет выиграть эту войну. А этого можно добиться, только увеличив военную поддержку Украины и увеличить цену войны для России через удары по ее территории, по военным объектам на российской территории. Третий тезис Бориса Джонсона о том, что вооруженная украинская армия может заменить американский контингент в Европе и заставить европейцев больше вкладываться в собственную обороноспособность. Это предложение, оно действительно, скорее, не только для Трампа, а для той части республиканской партии, которая критично относится к чрезмерному присутствию, как они считают, США в Европе, к тому, что много денег тратится на оборону Европы. Поэтому вот Борис Джонсон придумал такую хитрую идею. Но я пока очень скептически отношусь к этой идее, потому что вот именно пункт о членстве Украины в НАТО будет категорически неприемлемым для Путина. Самый ключевой пункт и весьма противоречивый, в первую очередь, для украинского общества, это введение особых мер защиты для русскоязычного населения внутри нашей страны. Что бы Россия получила взамен? Что ж, я считаю, что есть все виды стимулов, которые могут сработать с Путиным. Он, конечно, мог бы утверждать, что специальная военная операция или вторжение было успешной, и что он геноцифицировал Украину. Могут быть специальные средства защиты для носителей русского языка. Даже Борис Джонсон признает, что для будущих мирных переговоров придется нам идти на некоторые уступки. Это не означает, что уступки должны быть односторонними. Нужно, чтобы Россия пошла на уступки. Здесь должен быть паритет. Послабление, а не, скажем так, полная реализация хотелок Путина по правам русскоязычных. Я напомню, у нас это многим не понравилось, но заключение Венецианской комиссии Совета Европы по закону о национальных меньшинствах, они прямо сказали, что нам нужно либерализировать языковое законодательство. Напомним, что Борис Джонсон встретился с американским кандидатом в президенты от республиканской партии после покушения на жизнь Дональда Трампа. В своем инстаграм британский политик сообщил, что на встрече они обсуждали Украину. Диалог с Трампом наших друзей – это важный момент. И я предполагаю, подчеркиваю, предполагаю, что украинская сторона могла просить Бориса Джонсона наладить контакты с Трампом, как бы донести до него украинскую точку зрения. Не исключено, что Офис президента Украины действительно мог обратиться за помощью к британскому политику, поскольку после встречи Джонсона с Трампом состоялся телефонный разговор между украинским лидером и 45-м президентом США. Сам разговор очень важен, как возобновление диалога, прямого диалога с Трампом. Нам важно влиять на Трампа, доносить до него напрямую нашу позицию, наши интересы. Поэтому то, что этот разговор состоялся, это очень хороший знак. А вот касательно озвученных пунктов мирного плана Бориса Джонсона, некоторые из идей точно не соответствуют позиции украинского руководства и общественного мнения в Украине. Это скорее субъективная точка зрения самого Бориса Джонсона, как он видит компромисс по выходу, по завершению войны. Тем временем, пока в Вашингтоне разворачиваются политические баталии, Украина продолжает наносить удары по военной инфраструктуре агрессора. Утром 22 июля украинские беспилотники уже третий раз за год атаковали нефтеперерабатывающий завод Роснефти в Туапсе. А это единственный НПЗ на Черноморском побережье России. Данным оперативного штаба Краснодарского края, в результате атаки была повреждена инфраструктура НПЗ и возник пожар на площади 50 квадратных метров. Хотя российские власти и пытаются преуменьшить масштабы ущерба, но очевидно, что это серьезный удар по топливной системе агрессора. Напомню, что в мае этого года Туапсинский НПЗ уже подвергался атаке дронов. Тогда завод на время прекратил переработку сырья. А в январе была повреждена единственная на заводе установка первичной переработки. Издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в ГУР Министерства обороны Украины сообщает, что атаку провели беспилотники «Магура В-5». Также сегодня ночью мощные взрывы прогремели и в российском Морозовске Ростовской области. Местные жители сообщают об атаке беспилотников на военный аэродром. Напомню, что на аэродроме в Морозовске базируется 559-й бомбардировочный авиационный полк, на вооружении которого стоят фронтовые бомбардировщики Су-34. Именно эти самолеты российские террористы используют для атак на мирные украинские города. Интересно, что губернатор Ростовской области поспешил отрапортовать об уничтожении аж 47 беспилотников. Однако о реальных последствиях атаки российские власти предпочитают молчать, ограничивая стандартными фразами о падении обломков. Похоже, что российское командование теряет контроль над ситуацией и не в силах защитить даже стратегически важные объекты в глубоком тылу. А значит, агрессор будет вынужден распылять свои и без того ограниченные ресурсы, отвлекая их с линии фронта для защиты тыловых баз. Неудивительно, что и Путин начал серьезно бояться украинских беспилотников. Об этом свидетельствует усиление защиты его резиденции на Валдае. Накануне стало известно, что на стражу этого объекта перекинули еще одну систему ПВО «Панцирь-С1». Такие же комплексы были замечены и возле других дач кремлевского тирана. Но смогут ли они защитить Путина от атак беспилотников и откуда он их вообще берет? Давайте разбираться. ПВО для личной защиты Путина Возле резиденции Путина на Валдае установили еще одну систему ПВО «Панцирь». Кто это придумал? Это чушь, понимаете? Бред собачий. Это не бред, а свежие данные спутниковых снимков. Очевидно, что «Панцирь» установили исключительно ради безопасности кремлевского тирана. Путин испугался украинских дронов и стягивает ПВО с фронта для защиты своей дачи. Похоже, его действительно ужасают загадочные беспилотники, которые каждый день мешают спать россиянам и самому Путину. Сплю, ну, в общем, немного, наверное, 6-7 часов я снова сплю. Сегодня, правда, спал гораздо меньше. Так получилось. Интенсивность налетов дронов приблизительно раз в 2-3 дня. Но с каждым разом эти атаки все более опасны. Мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Опасное настолько, что Путину хватило наглости забрать «Панцирь» с фронта и бросить его на личную защиту. Вопрос только был в том, когда это произойдет. Такое решение не новое. «Панцирь» охраняют и другие резиденции лидера России. В начале сентября возле дачи «Русь» даже падал дрон. Теперь мы поймем, что к чему. Но официально Украина не ставит себе задач физически уничтожить Путина. Надо полагать, что нам выгоднее – убить его или позволить ему самому до конца добить Российскую Федерацию. Поэтому дрон, который сбили возле его дачи, скорее искал другие цели. Возможно, эти беспилотники хотели поразить средства противовозвучной обороны, которые там находятся. Возможно, какой-то объект важный, военный, который рядом находится. Но убить диктатора Путина. Во-первых, сбитый дрон был один. Если бы было, например, штук от пяти и больше, то тогда можно было бы говорить, что какие-то неизвестные силы попробовали достать резиденцию убийцы диктатора Путина. Во-вторых, определить местонахождение Путина очень сложно. Беглый сотрудник Федеральной службы охраны сказал, что у Путина множество одинаковых кабинетов во всех резиденциях, чтобы никто не догадался, в какой именно резиденции он сейчас находится. Поэтому эта атака была рассчитана таки на системы ПВО, которые охраняют его дворцы. Получается, Путин сам провоцирует дроны летать возле своих резиденций. Охота на резиденции Путина, несмотря на малую вероятность его личного уничтожения, дает большие плоды. Один удар, второй удар, это заставит российский Минобороны, Кинштаб усилить охрану, поставить там панцири больше, С-300, С-400, какие-то радары дополнительные. Людей отвлекать будут, каких-то профессионалов, которые умеют оперировать этими средствами противовоздушной обороны, потому что в приоритете будет охрана первого лица. Это заставляет придерживать на территории России передовые технологии, нежели отдавать их на фронт. А в это время на фронте будут менее обученные, менее грамотные, которые не смогут правильно прочитать показания радара, не смогут правильно определить, что долетит украинская ракета, и эта ракета все-таки долетит до цели. Поэтому, скорее всего, атаки дронов на резиденции Путина будут продолжаться, продолжаться и усиливаться. А теперь давайте посмотрим, как санкции продолжают душить экономику страны-агрессора. У российских импортеров возникли серьезные проблемы с китайским юанем. Оказывается, в международных платежах появились новые термины – чистый и грязный юань. И угадайте, какой же юань считается грязным? Да, именно купленный в России. Китайские банки все чаще отказываются принимать эти грязные юани из России. А это значит, что кремлевские мечты о развороте на восток снова разбиваются о суровую реальность. Российский оппозиционер и экономист Владимир Милов заявил, что сейчас серьезно говорят о том, что 13 августа крупные китайские банки могут перестать работать с Мосбиржей и НКЦ. Угроза того, что перекратятся расчеты по юаням, вполне реальная. А если это произойдет, юань и вовсе может уйти из России вслед за долларом и евро. Это значит, экономика страны-агрессора получит еще один мощный удар. Самое интересное, что даже расчеты в рублях не спасают ситуацию. Китайские поставщики не горят желанием получать оплату в российской валюте, которая продолжает падать. Вот так вот санкции продолжают работать, несмотря на все попытки Кремля их обойти. И пока Путин тратит миллиарды на войну против Украины, обычные россияне все сильнее ощущают на себе последствия его преступной политики. Проблемы начались и у еще одной страны, которая сотрудничает с Россией. Венгрии грозит топливный кризис, ведь она осталась без российской нефти, которую транспортировали через Украину по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает издание «Политика». Все подробности смотрите в материале моих коллег. Как сообщает издание «Политика», Венгрии грозит топливный кризис, после того, как она осталась без российской нефти, которую транспортировали через Украину по нефтепроводу «Дружба». Издание пишет, что таким образом Украина пытается подавить ключевой источник доходов для военного бюджета Кремля. Если говорить по поводу транзита российской нефти в Словакию и Венгрию, то, наверное, приостановка частичная данного транзита через Украину является своеобразным ответом на так называемую миротворческую миссию «Орбан», с которой он не так давно посещал Москву, Пекин, в конечном счете посетил саммит НАТО в Вашингтоне. И, опять-таки, по итогам данного события выступил якобы с мирной инициативой, при этом это вызвало резкую критику и в Европейском Союзе, и в Украине, поскольку никто, собственно говоря, Урбана на все это неуполномачивал. Но он таким образом, очевидно, пытается играть в собственную игру, при этом, очевидно, он манипулировал своим последним визитом в Украину, и пытаясь все это в комплексе представить как своеобразный его внешнеполитический прорыв. Но этот шаг вызывает опасения относительно дефицита поставок в Будапеште, который зависит от импорта российской нефти на 70%, половина из которых приходится на компанию «Лукойл». Украинские меры могут создать тяжелую ситуацию. Илона Гезинская, эксперт Венгерского центра восточных исследований. С ее слов, венгры могут столкнуться с заоблачными ценами на энергоносители и дефицитом электроэнергии всего через несколько недель, если не будет найдено решение. В конечном счете, это продолжение противостояния между Украиной и Венгрией, которое связано, в первую очередь, с тем, что Орбан пытается использовать ситуацию, связанную с Российско-Украинской войной, своих собственных частных интересах и пытается торговать статусом члена Европейского союза и НАТО для того, чтобы получать некие бонусы. А глава МИД Венгрии Петер Сиярт заявил, что на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым начались переговоры по поиску альтернативных путей для поставок российской нефти. Сейчас в Украине новая правовая ситуация, на основании которой Лукойл пока не осуществляет поставки в Венгрию. Сейчас мы работаем над правовым решением, потому что российская нефть важна с точки зрения нашей энергетической безопасности. По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха, только в апреле этого года Венгрия потратила почти четверть миллиарда евро на российскую нефтегаз. Все те российские ресурсы, которые, опять-таки, поступают в Венгрию, и ради которых Орбан и делает все свои пророссийские заявления, их на самом деле может тормозить в том числе и Украина. И, наверное, все-таки Орбану нужно соизмерять свои действия с этими фактами тоже. Подключилась к истерии Венгрии и Словакии. Эти страны, они заигрывают с Путиным, потому что он дает туда газ на льготных, в общем-то, условиях. Туда поступает нефть. Ну, сказали на Украине, слушайте, ребят, ну сколько можно? Вы сидите на нашей шее, мы транзитеры. И давайте это дело все прекращать. Тем более, что давно Путин уже это хотел сделать. Как сообщает ТАСР, со ссылкой на пресс-службу словацкого правительства, словацкий премьер-министр Роберт Фитца провел телефонный разговор с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем. В ходе разговора Фитца раскритиковал включение в санкционный список российской компании «Лукойл», чью нефть также использовал нефтеперерабатывающий завод «Словнафт». При этом Фитца считает эти санкции бессмысленными, поскольку, по его мнению, они не наносят вреда России, а преимущественно некоторым странам, членам ЕС. Словакия не намерена быть заложником украинско-российских отношений. А решение украинского президента означает, что словацкий нефтеперерабатывающий завод «Словнафт», входящий в венгерскую группу «Молл», получит на 40% меньше нефти, чем ему нужно для переработки. Это будет иметь влияние не только на словацкий рынок, но и может привести к прекращению поставок нефти, произведенной на «Словнафт» в Украину, а они составляют почти десятую часть всего украинского потребления. Накануне 18 июля Словакия и Венгрия заявили об остановке Украины и транзита нефти «Лукойла». Подобные игры многим уже надоели, в том числе надоели всем в Украине, поэтому Украина напоминает, что у нее есть инструменты и механизмы влияния на Венгрию. При этом механизмы абсолютно прозрачные, потому что наложение санкций на российские компании абсолютно очевидный и понятный шаг, который Украина может осуществить. «Лукойл» находился под санкциями в Украине с 2018 года, но они были ограниченными. Касались только вывода капиталов, ограничения торговых операций, запрета участия в приватизации или аренде государственного имущества. В июне 1924 года СНБО существенно их расширил, добавив в частности запрет на транзит. В результате и Словакии, и Венгрии, и Чехии придется искать где-то замену. Сделать это можно технически. В Европе нефть есть, то есть им нужно будет договариваться с теми, у кого есть нефть, и где-то разворачивать трубы, где-то что-то еще делать. В общем, нефть они получат. Это будет дороже, конечно. Но исчезнет еще один аргумент для пророссийских лобби вот в этих трех странах, что вот мы так зависим от российской нефти, от Путина, давайте его поддержим. В Министерстве экономики Словакии заявили, хотя Лукоил обеспечивал часть поставок на словнафт, нефтеперерабатывающий завод обеспечил поставки российской нефти от другого поставщика, а также заказал нефть из альтернативных источников. По данным канцелярии правительства, ФИЦА уже несколько дней обсуждает этот вопрос с соответствующими членами Кабинета министров, а также с представителями МОЛ. Все зависит сейчас от воли украинского руководства. Они могут поступить точно так же, как вот с нефтью, и сказать, все, хватит, ребята, больше мы с вами, вы тут нам обстреливаете нашу территорию. Если украинцы все-таки пойдут на то, что в декабре они откажутся продлевать соглашение о транзите с Газпромом по газу, тогда у них исчезнет еще вот аргумент, что вот, видите, у нас тут российский газ, и поэтому мы должны поддерживать Путина. Исчезнет и этот аргумент. И тогда вот, ну, фактически то, что сделали сейчас украинцы, это лишили одного из аргументов про российское лобби в этих странах. Кабинета показала, что она в целом готова отстаивать свои интересы с использованием разных средств. На этом наш выпуск подходит к концу. Но оставайтесь с нами. Ведь всего через пару часов в программе «В тренде» на нашем канале мы расскажем о провокационных учениях Белоруссии и Китая, о публичных откровениях основателя Яндекса Аркадия Воложа и его критику путинского режима. А также покажем самые сенсационные кадры жизни за поребриком. Будет очень интересно, так что оставайтесь с нами. До встречи.